В какой поддержке нуждается сувенирная отрасль в Татарстане? Насколько выросли объемы социальной поддержки семей с детьми в республике? И какие показатели по проектному финансированию в регионе? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нины Горенова. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Им сложно конкурировать с китайскими производителями, которые выпускают дешевые изделия. И зачастую туристы из Казани увозят на память китайские сувениры, которые не имеют никакого отношения к Татарстану. Президент республики проучил профильным министерствам изучить вопрос и внести предложение по мерам поддержки сувенирной отрасли. При этом речь идет не только о снижении налоговых ставок, но и о создании дополнительных условий для реализации местной продукции. Траты на социальные выплаты семьям с детьми в Татарстане в этом году увеличены на 11%. Объем средств вырос до 15 миллиардов 700 миллионов рублей. Данная мера прежде всего направлена на борьбу с бедностью в регионе. Ведь 90% татарстанцев, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, это члены семей с детьми. Сегодня каждый третий рубль из консолидированного бюджета республики Татарстан по линии Министерства образования, Министерства здравоохранения, нашего министерства, идет как раз на поддержку семей с детьми. Тем временем в Татарстане растет число многодетных семей. Если 5 лет назад их было около 30 тысяч, то сейчас это число увеличилось на треть, до 40 тысяч. Это очень хороший показатель. Этот показатель характеризует число рождений третьего ребенка. И действительно у нас в демографическом плане число рождений третьего, четвертого и последующих детей, оно неуклонно в республике, ну где-то в среднем на 1-2% повышается. И даже в сложные, ну понятно в 2020 году основные рождения все-таки были запланированы еще в 2019 году, но вот эта позитивная динамика, она сохранилась. В Татарстане стали покупать меньше смартфонов, при этом объемы продаж в денежном выражении выросли на 50%. Это объясняется тем, что клиенты стали выбирать дорогостоящие премиальные модели. Средний чек вырос на 20-40%, до 30 с половиной тысяч рублей. Во время пандемии у пользователей стали выше требования к приобретаемому устройству. Пользователи стали выбирать более функциональные модели, которые прослужат 2-3 года. Популярность дорогих устройств также растет за счет трейд-ин и беспроцентных рассрочек. Количество из КРУ счетов в Татарстане с начала года выросло на 12%, а объем средств на них на 17%. Об этом заявили в Нацбанке республики. Напомним, что счета из КРУ были введены в целях борьбы с проблемой обманутых дольщиков. Такие счета позволяют снизить риски при покупке строящегося жилья. Плательщик вносит деньги в банк, после чего они замораживаются. Застройщик получает средства только после того, как дом будет сдан. У вас договор долевого участия, и там определено, согласно проектной декларации, и договор долевого участия, срок передачи 15 мая. Вот если до 15 мая вам не передали квартиру, то денежные средства вне судебного порядка возвращаются вам обратно. Сейчас в Татарстане открыто около 11 тысяч из КРУ счетов. Объем средств на них превысил 38 миллиардов рублей. Показатели проектного финансирования долевого строительства жилья в Татарстане продолжают расти. На 1 марта в республике раскрыто 3800 счетов из КРУ. Почти 12 миллиардов рублей с них было перечислено достройщикам или направлено на погашение кредитов, полученных на строительство. С начала года эта сумма выросла более чем в полтора раза. Пассажиропоток на международных авиарейсах из Казани пока в два с половиной раза меньше, чем до коронакризиса. Так, в феврале этого года из Казанского аэропорта в другие страны вылетело 19 тысяч 200 человек. Год назад данный показатель достигал 50 с половиной тысяч. Тем временем участники рынка заявляют, что ситуация начала стабилизироваться. В этом году авиакомпании стали наращивать число направлений и рейсов. Они стремятся задействовать весь парк самолетов, даже если каждый борт выполняет меньшее количество рейсов, чем обычно, чтобы минимизировать стоянки на земле. При этом в авиакомпаниях заявляют, что существенного роста цен на билеты за рубеж не произошло. Повышение ощущается только за счет роста курса валюты. При этом есть возможность приобрести более дешевые билеты по программам раннего бронирования. Это были новости экономики. До встречи!